Приветствуем всех! Середина недели и 3D News Daily снова радует вас свежими новостями из мира высоких технологий. Люди, постоянно следящие за новостями мобильного рынка, наверняка помнят концепт PhoneBlocks. Это модульный телефон, каждый блок которого отвечает за свою функцию. Причем блоки можно заменять в любой момент. Процессор вашего смартфона устарел или экран выдает недостаточно высокое разрешение, не надо менять весь смартфон. Выкиньте старый блок и вставьте новый. Идею подхватила компания Motorola, и теперь вместе с создателем концепта она работает над Project ARA, собственным модульным телефоном. Согласно тексту анонса, компания уже закончила глубокую инженерную работу и готова общаться со сторонними разработчиками, которые хотели бы создавать собственные блоки. Подобный подход позволит полностью кастомизировать телефон и подобрать его дизайн под себя. Скажем, поменять расположение разъема для наушников и добавить кнопочную клавиатуру. Ну и в конце концов, признайтесь, ведь вы тоже любили когда-то играть в конструктор. Вот будет лишний повод. В чем беда практически всех стилусов для планшетов? В точности позиционирования и толщине линии. Evernote вместе с компанией Adonit всерьез настроены изменить эту ситуацию. Они представили стилус JotScript Evernote Edition, который позволит с легкостью писать или рисовать на вашем iPad. Тонкое перо диаметром 1,9 мм позволит писать на iPad, как на бумаге, при этом используя все прелести электронного устройства. Изменение масштаба, автопрокрутку, сохранение и удаление написанного. Купить стилус можно уже сейчас за 75 долларов. А скачать программу PenaltyMate, дополнение для Evernote, предназначенное для рисования, и вовсе бесплатно. Если вы хотели купить новый iPad mini в момент запуска, то у генерального директора Apple Тима Кука для вас плохие новости. Достать устройство будет сложно. Компания не успеет произвести достаточное количество iPad mini с литинодисплеем к выходу устройства. Еще он добавил, что и полноразмерных iPad Air может хватить не всем. Так что если вы хотели приобрести новенький iPad в первых рядах, рекомендуем запастись либо терпением, либо палаткой, чтобы за пару дней до релиза занять очередь перед магазином Apple. Как научить ребенка программировать, не испугав его сложным синтаксисом языков и страницами непонятного кода? Если компания по сбору средств на игрушечных роботов Бо и Яну завершится успехом, они смогут помочь с решением этого вопроса. При помощи iOS-приложения с простым и понятным интерфейсом, команды из которого передаются роботам по Bluetooth, можно запрограммировать трехколесного Бо на движение и взаимодействие с объектами, а маленькую Яну реагировать на действия с ней. Это как минимум должно научить ребенка понимать, как работает конструкция, если А, то Б. Предзаказать Яну можно за 49 долларов, а Бо за 149. Запуск продаж стоит ждать в начале следующего года. На сегодня все. Читайте новости и обзоры на 3dnews.ru и смотрите дейли. До нового выпуска осталось меньше суток.